За несколько минут до начала экзамена Ольга Инхиреева работает над произношением. Кроме китайского, девушка изучает английский и испанский, но главную ставку делает именно на язык поднебесный. Мне кажется, что это такой интересный язык, который развивается в странах, развивающийся очень сильно и быстро. Вот поэтому и выпало. Пробный ЕГЭ по китайскому языку Ольга будет сдавать вместе с 19 учениками Центра образования номер 47. Это 8, 9 и 10 классы. Все экзаменуемые китайские изучают как второй иностранный. Ему отводится 2 часа в неделю. Кроме того, у детей есть возможность выезжать на практику в Китай. Учебное заведение сотрудничает со школой иностранных языков в Шиньяне в городе по братиме Иркутска. Сегодняшнее тестирование, хоть и пробное, проводится со всей серьезностью. Все как на настоящем экзамене, как и полагается перед началом инструктаж. Вы должны очень аккуратно работать, если что-то непонятно откладываете себе в голове. Никаких записей, кроме членовиков, в свой невесты не можете. Экзаменуемые рассаживаются по местам и сдают телефоны. На партах только ручки и паспорта. А в соседний кабинет вносят запечатанный конверт с заданиями. Проверяют на целостность и вскрывают. Внутри пронумерованы контрольно-измерительные материалы. Какие задания будут выполнять школьники, не знают и учителя. Справится ли? Тут тоже можно разве что предполагать. Китайский язык достаточно сложный язык. И на сегодняшний день не существует разработанных кимов, которые бы дети в открытом доступе, как по всем другим предметам, могли бы увидеть в интернете или взять у своих учителей. На это и направлен этот экзамен сегодня. Ребята должны будут ответить на вопросы по лексике и грамматике и написать с мини-сочинения. На выполнение заданий десятиклассникам отводится три часа, учащимся восьмых и девятых классов – два. После того, как школьники завершат письменную часть, они будут сдавать устную. В лингофонный кабинет будут заходить по одному человеку. Каждому будет отведено всего десять минут. На компьютерах установлены программы с заданиями. Экзаменуемые будут отвечать в устной форме. Все это будет записываться на специальную флешку с помощью вот таких микрофонов и наушников. Каждое сказанное слово будет оцениваться. Раздел «Говорение» призван проверить навыки устной речи. Файл с аудиозаписью получает тот же код, что и остальные части работы ученика, и сразу будет отправлен в Минобразование России. Никто не сможет послушать, ни сами ученики не смогут послушать, ни учителя. То есть, выгрузка идет в зашифрованном формате, соответственно, никто к ней не имеет доступа. Задача пробного ЕГЭ не только проверить, правильно ли организован процесс, сдача экзамена с технической стороны, но и убедиться, что задание составлено корректно и понятно детям. Важен результат по оценке качества знаний. То есть, на сегодняшний день для Минобра и для Рособранадзора пока не ясна картина уровня знания китайского языка обучающимися. Если и будет принято решение о включении китайского языка в государственную итоговую аттестацию 2016 года, скорее всего, это будет еще не в штатном формате, а в экспериментальном формате. Пробная сдача ЕГЭ по китайскому языку пройдет также в 26-й школе Иркутска. Экзамен назначен на 23 октября. Туена Немаева, Александр Мокин. Новости и сейчас.